Вы слушаете Радио России Ульяновск. Гость студии. Добрый вечер всем, кто нас слушает. У микрофона Алексей Сорокин. Шесть лет назад Ульяновск получил статус литературного города ЮНЕСКО. Этот статус важен в первую очередь не только для профессиональных авторов, но и для читателей. Для многих литература стала ближе и доступнее. А недавно наш город приветливо принял писателей из городов ЮНЕСКО. Они обменивались опытом, делились своими творческими идеями, рассказывали о тернистом творческом пути. Нам повезло. Одна из участниц международной резиденции писателей и художников городов ЮНЕСКО Екатерина Златарунская ненадолго заглянула к нам в студию. Разговор получился содержательным. Екатерина, с чем вы приехали к нам в город? Я приехала по проекту ЮНЕСКО на международную резиденцию художников и писателей. Этот проект организован благодаря Центральной библиотеке ЮНЕСКО. А вы будете принимать участие в дискуссиях? Круглый стол. Обсуждаться основные вопросы резиденции, в частности, литература и город. Как литература вписывается в город или как город вписывается в литературу. А потом у каждой писательницы у нас пять. Творческая встреча в ЮНЕСКО библиотеке с читателями. Вы сразу приняли приглашение приехать к нам в ЮНЕСКО? Знаете о нашем городе? Слушали? Да, конечно. Во-первых, я слышала о городе и не раз. А я даже должна была быть здесь 3-4 года назад. Здесь проводилась одна из писательских школ. Но я не смогла присутствовать. Смотрела только уже картинки, как здесь проводили писатели время. Город мне очень близко, потому что я сама родом из Саранска. Здесь буквально между нашими городами 220 километров. Я часто проезжала через ваш город, но ни разу не останавливалась. Вот я приезжала в УАЗ, я приезжала в Волку. Мне всё время хотелось сделать какие-то красивые фотографии. Но я никогда не успевала, потому что из окна машины сложно сделать хороший снимок. Я приезжала. Несколько раз переночевали здесь в гостинице. И уже утром мы уезжали. Я видела вечерний город и видела прям такой рано-утренний город. Но никогда не видела Ульяновск днём. И вчера я тоже прилетела. И хотя была не ночь, но шёл дождь прям стеной. И ничего не было видно. Вот мы так ехали в такси, как будто в такой полной темноте. Потом в этой же темноте пришли в гостиницу. Я открыла маштуру в своей комнате. И увидела огне, автомобильную дорогу, мост, храм и Волгу. Она такая была тёмная, такая глянцевая. А утром уже я посмотрела, уже был такой утренний красивый город. Я очень рада, что я здесь. Теперь вы находитесь на родине Гончарова, Карамзина. Вы хорошо знакомы с творчеством этих писателей? Любите их? Я очень люблю Гончарова. Особенно Обрыв, Обломов, наверное. Я прочла его уже совершенно по-другому. Уже будучи такой взрослой тётенькой, какая я сейчас. Но Обрыв, наверное, осталась от школьной программы. Знаете, как бывает, что в юности ты любишь что-то больше, что-то меньше. Сейчас я, например, понимаю, что Обломов намного литературно, изящнее написан. Это же немножко такая японская проза. Обрыв — это вот такая моя школьная любовь, потому что там тоже очень много всего, что волнует именно сердце школьницы. Школьница никак не волнует. Ленивый, переживающий, рефлексирующий Обломов. Обрыв волнует. А Карамзина, знаете, как я полюбила? Я полюбила его через Вяземского. Вяземский друг Пушкина, самый такой блистательный мемуарист, совершенно блистательные записки. И он очень любил Карамзина. Карамзин останавливался в его усадьбе в Остафьево. Там даже остался до сих пор этот дуб, который посадил Карамзин. Он такой совершенно огромный, уходит в небеса. И поэтому Карамзин почти тоже отзывается в моём сердце. Потом я уже стала читать его историю. У него совершенно прекрасные письма о путешествиях. Это просто нужно читать. И там много поразительных находок, которые совершенно актуальны и сейчас. То есть люди не меняются. И нравы не меняются, ничего не меняется. Только меняется наша форма одежды. А что-то для себя вы почерпнули из их творчества? Или, может быть, из творчества других классиков? Ну, всегда, вообще любая книга – это какой-то путь сначала к автору. А через автора – это всегда путь к себе. Мы всегда что-то… Особенно, например, писатели. Вот если у тебя какая-то писательская оптика, то ты всегда что-то забираешь у авторов. Как это ни прискорбно? Это ни в коем случае не плагиат. Но это совершенно другое. То есть родственный тебе автор, он всегда связан тоже с тем, как ты пишешь и о чём ты пишешь. Я могу сказать, что, например, для меня самый вообще близкий автор – это Набоков, потому что вот это вот его скрупулёзное внимание к деталям, открывается его связь с мирозданием. То есть он вообще автор, который через… Конечно, не скажу природу, потому что у него очень много именно и какой-то такой городской инфраструктуры. Но вот именно через все эти детали он как-то связан с иным бытиём. То есть он же не верил в Бога, но он всегда считал, что существует другой мир. И вот через эти детали как будто Бог разговаривает с нами. И вот это как-то сформировало вообще мою оптику. То есть я тоже так же смотрю на все окружающие предметы. Мне всё хочется запомнить, потрогать, увидеть. И особенно, может, такое с детства у меня тоже осталось. Я прочитала его книгу, где у него было сказано, что лужи – это вот отражение другого мира, что нам лужи показывают другой мир. Я потом всегда смотрела в лужи и смотрела, что там отражается. Потому что это тоже какое-то немножко, знаешь, такое зеркало. Те предметы, они как будто получают ещё какую-то другую жизнь. Как такой, знаете, третий смысл какой-то вещей. Екатерина, расскажите теперь нам немного о себе. Чем вы занимаетесь? Как пришли в литературу? Ну, я пришла в литературу достаточно поздно. Хотя я писала, когда мне было 20 лет. Я писала, да, у меня был первый рассказ, который написала. В 16 лет я, кстати, вот совершенно недавно обнаружила, что вообще он написан. И, оказывается, был опубликован. Я совершенно забыла об этом. И потом я уже не писала ничего, а просто жила своей жизнью. Вышла замуж, работала и рожала детей. У меня трое детей. И вот когда я родила вторую дочь, я прочитала объявление в соцсетях, что тогда появилась школа Creative Writing School. И они набирают первый курс писателей. Ну, не писателей, а те, кто хотят писать прозы. Нужно написать небольшой миниатюр. Там, кажется, было ограничение 150 слов. И, как ни странно, то есть вот я вот думала, что я вообще живу совершенно такой-то жизнью, не думая о том, чтобы писать. А на самом деле тогда об этом и не думала. Но я написала эту миниатюру и буквально запрыгнула в последний вагон, потому что тогда было подано огромное количество заявок. И я уже подала во второй этап и заняла первое место. И вот там нужно было написать по итогам этой деятельности. Нужно было написать первый рассказ. Я его написала. Он был такой достаточно слабенький рассказ о двух подружках, которые были очень близки, а потом поссорились навсегда. Вот эта неделя, эта школа, у нас был курс прозы, его вела моя Кучерская, совершенно прекрасная, удивительная женщина. Она видела, что вот перед ней взрослые люди, у которых очень многих были дети, очень многих были свои профессии. И вот мы все как-то очень волновались и думали, что же дальше писать, не писать, что же делать. Но вот это желание писать, оно существует помимо как-то воли и даже разума. Вот с этого момента стали какие-то приходить сюжеты, тексты. Хотя фактически, например, первые три рассказа, их нет в моем сборнике, вот я написала по заданию. А дальше вот я стала писать. И я пишу рассказы, и пишу их достаточно медленно, наверное, для вообще ритма нашей жизни. Но для меня вообще каждый рассказ, который я пишу, он занимает много вообще душевных сил, потому что вот это всё очень связано со мной. Хотя это совершенно не обо мне, это совершенно люди, которые просто придумываются вот ниоткуда. Один раз, и придумался какой-то человек. Начинает немножко как, знаете, как тень сначала где-то ходит, вот у тебя где-то вот тут вот в голове. А потом постепенно-постепенно вдруг становится живым. Ты понимаешь, какие у него глаза, какие губы, как он расговаривает, как он сидит и что он делает. И вдруг вообще появляется окружение вокруг него, и какой-то возникает небольшой сюжет. Но чаще всего, я вот уже тоже об этом говорила, у меня в текстах очень много именно какой-то городской инфраструктуры. У меня большое влияние имеют места, где я бываю, я всегда наблюдаю, смотрю. Иногда вот просто какой-то закоулочек, какое-то место, дом, как-то раз, и я вот прям понимаю, что вот здесь вот возможно. Будет проходить какое-то действие, и уже дальше приходят герои. Вы как писатель волей-неволей анализируете происходящее. Получается так? Я себя называю писателем, хотя, наверное, это не очень скромно. Если учитывать существование Фушкина, Толстого и так далее, Чехова до меня и других авторов. Но писатель всё время живёт как будто двойной жизнью. Вот я со многими разговаривала, авторами, которые пишут сейчас. С одной стороны, ты живёшь свою жизнь, а с другой стороны, все события, которые происходят в твоей жизни, они каким-то образом, они становятся внешними, смотришь на них со стороны. И как будто, знаете, как такая библиотека. Вот я увидела этого человека, он в этой библиотеке. Я видела вот это вот здание, он в этой библиотеке. И когда вот придумывается какой-то текст, вдруг ниоткуда этот такой каталог. Вот, кстати, на Боков у него были с собой карточки. И он вот всё, что он видел, он записывал вот эти карточки. Он также писал романы вот на карточках. Это вот такие карточки, которые нам даёт жизнь. Екатерина, в Ульяновске вы презентуете свою дебютную книгу «Но случается чудо». Давайте об этом тоже расскажем. Что это за книга? Сборник рассказывает? Это книга, она состоит из двух частей. Первая называется «О других». Там рассказы. Там рассказы совершенно разные. Герои у этих рассказов тоже совершенно разные. Например, семейная пара, которая развелась, но они в итоге встретились, и они как бы проживают своё расставание, и так мирно расходятся. Там есть Чехов, который умирает, его последнее загробное путешествие. Там есть рассказ о женщине, которая эмигрировала в Нидерланды, в какой-то город. Это не конкретный город. И там она узнала об эксперименте профессора Мунса, который превращает нерпов в людей, пригодных для брака. И она вот этого нерпов сначала выращивает как ребёнка, и потом она понимает, что это невозможно. Невозможно такое существование человека и нечеловека. И вот там, с одной стороны, первая часть от её лица, а вторая часть от его лица. Все совершенно-совершенно разные рассказы. У меня там даже есть рассказ от лица дерева, который стоит и смотрит в окна кафе, влюбляется в само окно. Такой рассказ. Там есть очень… Мне самой нравится. Это сборник монологов. Он называется «Мена собственные». Там в алфавитном порядке выстроены. И люди рассказывают какие-то маленькие фрагменты о своей жизни. Причём не обязательно, что это какое-то совершенно важное для них событие, а просто какие-то важные эпизоды, которые оставили какую-то душевную боль в их жизни или радость, наоборот. Вторая часть этого сборника, она называется «О себе». У меня там такая повесть длинная, «Дальняя страна». И она о моём детстве, о деревне, в которой я приезжала, где жила моя бабушка. «Русские Дубровки», Татьяшевский район, о моих всех родственниках, о моём отце, маме, соседях. Вот такой целый этот мир детства. И там же у меня есть такие небольшие эссе о путешествиях, о людях, которые я видела. Такой сборник. Он писался в течение двух лет. И три года я искала издателя. И фактически я прошла через три редакции. И вот мы придумали в самый последний момент вот такое название «Но случается чудо». Хотя там у сборника было ещё до этого два названия. Они вот уже не существуют. И вот сейчас, да, «Но случается чудо». Книга вышла, и она очень красивая. Обложку нарисовала Нону Гудию. Если вы когда-нибудь увидите вот эту книгу, вот посмотрите, как это всё красиво сделано. Я сейчас не говорю про тексты. Тексты – это я. Этот можно судить как угодно. А вот то, как книга издана и как сделана обложка – это уже заслуга других людей. И вот я хочу их упомянуть. Название книги очень запоминающееся. «Но случается чудо». Вы сами верите в чудеса? Чудеса случались в вашей жизни? Да, конечно. Но я даже не сказала, что это как чудо. Иногда бывает. То есть это не чудеса в буквальном смысле этого слова. То есть волшебные яблоки мне не падали в руки. Чьи ангелы не пролетали и так далее. Но у меня случались в жизни встречи неожиданные. И какие-то, знаете, как знаки. Я верю очень в знаки, которые свидетельствовали о том, что всё-таки это не просто встреча, не просто знак, а это какое-то, может, такое чудо, которое нельзя другому рассказать. Но вот я получала для себя очень много знаний и подтверждение чего-то через такие встречи. А, кстати, вот само название «Но случается чудо». Совершенно у меня есть знакомый поэт, ее зовут Ксения Салихова. Её стихи есть в интернете. Посмотрите, она совершенно удивительная. И мы искали какое-то название. Нужно было обязательно, чтобы это было связано со словом «чудо». Вот, кстати, вот вам как придумываете название для сборников. И у меня в тексте было такое, «Ну, случается чудо». И дальше шло какое-то предложение. Прямо вот в тексте книги. Ксения обратила на это внимание. И она сказала, «Мне кажется, вот хорошее название». И мы его выбрали. То есть не просто «Случается чудо». Это было какое-то такое слишком оптимистичное. Оно «Случается чудо». То есть вопреки всему, да, всё-таки случается чудо. Тяжело ли вообще издать книгу? Для писателя это большой труд. Ведь мало того, что нужно что-то написать, что-то придумать. А тут бац, и приходится ещё ломать голову над тем, как бы всё это издать. Это очень тяжело. Издать книгу. И, в общем, я даже не чаяла, что она когда-нибудь выйдет. Особенно первую книгу. И особенно не роман. Борник рассказов. Потому что считается, что это немножко такой ущербный жанр. Издательства не спешат издавать рассказы. Роман, пожалуйста. А вот рассказы, ну что с этим делать? Будет ли покупать читатель? Здесь как-то вот не одна какая-то история, а много-много. Хотя они ведь не проводили никаких исследований. Я вообще думаю, что сейчас вообще в наше время Фейсбука, хотя он тоже уже немножечко уже всё себя исчерпал. Когда там, знаете, каждый короткий пост это какой-то короткий рассказ. Мы вообще скоро перейдём на рассказы. Ну не знаю. В общем, это моё личное мнение. А вот это, кстати, одно из чудес жизни. У меня есть приятель, писатель. Его зовут Лёша Заревин. У него, кстати, вышла книга «Золото под ногами». Вот обязательно эту книгу очень рекомендую. Она интересная, в стиле Майан Рида, но она много, ну такая современная, про приключения. И читаешь, дух захватывает. Её, кстати, вот Слав Толстой, критик, назвал одной из лучших книг прошлого сезона. Он отправил мою рукопись. Дальше уже начались мытарства с издательствами, потому что кому-то нужен был роман, кому-то нужно было одно дно, другое. В итоге книжка вышла в очень красивой серии Флабирио, буквально через три года после написания. Екатерина, а как молодому писателю сделать так, чтобы его заметили? Ну, допустим, пишет и пишет человек, пишет в стол, как это обычно бывает. А вот что нужно сделать? Какие первые действия? Ну, я вообще считаю, что, мне кажется, писателю нужно, ну, во-первых, не думая о том, что будет дальше, будет ли у него успех, не будет ли у него успех, или ещё что-то. Нужно написать книгу такую, какую он хочет сам её написать, ни на кого не оглядываясь. Хотя у всех разный метод, да? Если есть какая-то коммерческая литература, там другое. Я вот говорю больше, наверное, про такие, знаете, как книги, которые тебе как-то… Которые вот они просто идут из подсознания. И если писатель чувствует порыв писать, то вот ни на кого не оглядываясь. Сначала нужно написать книгу, а потом уже, я думаю, писателю нужно искать литературное агентство. И вот уже с помощью литературного агентства искать издателей. Потому что бывает разное. Чаще всего просто так вот написано в судьбе писателя. Если у него бывают какие-то встречи прекрасные, его сразу издают. Но обычно первая книга, она претерпевает какие-то мытажства. И литературные агенты, они всегда, например, они знают ходы, к какому издательству это будет интересно, а к какому нет. Поэтому я всем рекомендую искать агентство. Екатерина, а как часто молодые авторы столкиваются с критикой? И вы как молодой автор столкнулись с жёсткой, непримиримой литературной критикой? Я сначала показала эту книгу писателю Денису Сосокину. Он как раз написал небольшого, Гарри Марочка, о моей книге, она ему очень понравилась. И для меня вообще это было самое главное, потому что я очень люблю этого писателя. В разные минуты своей жизни у меня, я даже когда мы переехали в Москву, я взяла с собой, у меня огромная библиотека, я всё оставила там. Но вот я взяла с собой несколько книг, а одна из книг была как раз Дениса Сосокина «Последняя», где собраны вообще все его тексты. Для меня это было главное. У меня ещё есть несколько друзей, которые могут критиковать всё, что угодно. Поэтому я совершенно неуязвима по отношению к критике. Это прям вот абсолютно честно я говорю. Вот это никак не повлияет на моё желание писать дальше. Оно существует помимо меня. Знаете, да, что графоманы и писатели, они живут вообще на одной волне. Сложно определить, кто ты писатель или графомат. А вот с какими вызовами сталкивается писатель сегодня? И вообще есть ли эти вызовы? Я пишу только о том, что мне само интересно. А я знаю, что есть писатели, для которых, например, какая-то политическая жизнь. Для меня нет. Сразу говорю, для меня нет. Является вообще таким побуждающим желанием писать. Вот за текстом всегда есть какая-то мысль, размышление или посыл. И поэтому вся, конечно, наша жизнь, современная и прошлая, она, в общем-то, даёт много очень направлений для текстов. Поэтому мы всё время, каждый день с какими-то вызовами сталкиваемся, с любыми вызовами. Вот даже, например, тебя человек как-то оскорбил ненарочно. Разве это не вызов? Вот это преодолеть оскорбление, улыбнуться и жить дальше. И тоже это одна из, может быть, вообще тем литературы, как мы вот, как нас жизнь вот и так, и так пнёт, и ещё как-то. Всё равно встаём и живём, улыбаемся, и очень часто бываем счастливы. Нельзя не поговорить о русском языке. Екатерина, а для вас русский язык как-то меняется? Все мы видим, как появляются новые слова, заимствованные слова. Вы знаете, у Чуковского, Корнея Чуковского, есть такая книга, она называется «Живой как жизнь», про как раз русский язык. Это очень интересная книга, она очень смешная, и её очень интересно читать, как детектив. И вот он там приводит слова, которые вышли из употребления. Это, представляете, это вот, ну, XX век. И там как раз он описывает эту борьбу употреблением новых слов, и сам какие-то слова они приемлят, которые мы сейчас очень свободно используем, и считаем, что они всегда были. Вот что может сделать писатель? Писатель может немножечко, во-первых, он может изменить язык, как, например, Платонов, хотя никто не разговаривает, как Платонов, но всё-таки он изменил саму конструкцию языка. А, это вот именно его писательское зрение. А с другой стороны, писатель может сохранить язык, слова. Ну, может быть, это вот такая, перед ним может стоять вообще задача. А как-то повлиять, чтобы вот эти слова не употреблялись, а эти слова употреблялись, писатель не может. А вы следите за теми изменениями, которые происходят в языке. Наверняка есть какие-то ресурсы, в которых перечисляются новые слова, особенно молодёжные, знаете, вот из молодёжного слова. А, я вот однажды попросила свою племянницу, ей сейчас 17 лет, я попросила ей написать слова, которые вот используются у них, я поняла, что я вообще не знаю этих слов. Но при этом мы с ней разговариваем, мы прекрасно понимаем друг друга. То есть, смотрите, вот мне кажется, что, ну, во-первых, все эти слова, как у нас вот в моём, да, возрасте были определённые слова, которые я сейчас тоже, например, употребляю, и тем самым я сразу же, даже не только внешним видом, но вот употреблением этих слов говорю о своём возрасте. И вот мне кажется, что это вот такие маркеры поколений. Вот эти слова, они потом исчезают, появляются новые, это просто маркеры поколений, не нужно прям за них хвататься, запоминать, записывать и вводить их в текст. А как вы относитесь к ненормативной лектике? Сейчас она звучит абсолютно отовсюду. Как вы относитесь к тому, что авторы, писатели в своих текстах тоже иногда употребляют? Ну, во-первых, ненормативную лектику могут употреблять герои текстов. То есть, автор может не употреблять, а может и употреблять, но это не важно вообще. Но герои текстов могут употреблять эту лексику, и мы уже видим в жизни, что люди употребляют ненормативную лексику. Я совершенно спокойно к этому отношусь, я просто, у меня есть определённый, я не люблю, я сама не употребляю ненормативную лексику, потому что я не умею. Я знаю, что есть люди, которые делают это просто-просто виртуозно, и это очень смешно и красиво. Есть люди, которые начинают ненормативно ругаться, и тебе хочется спрятаться от стыда какого-то. А есть просто вот эта жизнь, вот эти вот, как я видела, например, там несколько мужичков, они собрались в 10 утра, и они распивали такую бутылочку. И вот там, соответственно, вот просто, если написать пьесу, то она вся состояла из ненормативной лексики. Это правда смешно было. Ну, куда от этого деваться? Я единственное не люблю, очень не люблю, когда дети ругаются матом. Мне как-то даже от этого больно, потому что многие дети употребляют это бездумно, а уже, например, в возрасте каком-то там 10-11 лет. Ну, с другой стороны, это же тоже ненормативная лексика, это же тоже такое, когда мы её используем, мы тоже чем-то там боремся, да? То есть, вот это тоже какой-то, вы как говорите про вызовы? Это тоже определённый вызов. Ну, про ВАДы или ещё что-то. Идут такие хорошенькие, маленькие. Семиклассницы, восьмиклассницы, я вот забираю, например, на детей из своей школы, я слышу, как дети ругаются. Вот это мне очень не нравится. И я считаю, что взрослые не должны ругаться при детях. Мы, кстати, сегодня вскользь упомянули о том, что социальные сети, интернет являются такой вот, можно сказать, даже аналогией писательства. Профессия писателя, она не исчезнет в ближайшее время? Опять же, интернет и социальные сети не вынудят опубликовывать свои тексты на своих личных страничках? Мне кажется, наоборот, социальные сети только этому способствуют, потому что, вы представляете, раньше напишешь текст, что с ним делать, да? Куда его? Тут раз разместил в социальных сетях, и вот он есть. Я вообще считаю, что профессия писатель не исчезнет. Понимаете, как вот это возникло, это желание, кто написал все эти? Ну, хотя там берется и на экран, мы понимаем, что они достаточно были, там у них очень простое было содержание, но всё-таки. Вот это возникло желание писать, оставить. Что такое желание писать? Я всегда об этом думала. Сохранить жизнь, рассказать о себе, что побуждает писателя вот это всё сидеть и записывать. Непонятно. И вот и пока у нас есть этот мотив, то профессия сохранится обязательно. Я не знаю, какая она будет и что будет вообще дальше. Но вот понимаете, когда я думаю, люди, например, XIX века думали вообще о чем будет, они, мне кажется, не представляли себе, что вот в XXI веке вот мы с вами будем сидеть и разговаривать о книгах, что они думали, что вообще уже ничего не будет. Вот мы сидим и разговариваем о книгах и о профессии писателя. Я как человек достаточно, наверное, это приверженец определенных ценностей, что вот есть то-то, то-то, то-то. Я считаю, что профессия сохранится. Но тем не менее, книга уже эволюционировала до такого электронного вида. Люди читают книги в планшетах, в маленьких электронных книжках. Я сама, например, у меня огромное количество. Я очень люблю читать. Всегда любила читать с детства. Читаю каждый день что-нибудь. И, соответственно, у меня не может быть такое количество книжек где-то. У меня есть программа в телефоне, я читаю, простите, вот с айфона, я читаю книгу. Ну, я очень люблю, если книга мне нравится, я обязательно покупаю бумажную книгу и уже дочитываю бумажную книгу. Но это совершенно не обязательно. Это дело привычки. Вот я знаю, что очень многие не могут читать бумажную книгу, потому что освещение, шрифт и так далее. Всё-таки в телефоне ты всегда можешь там поправить. Но мне, а мне вот именно, понимаете, я, у меня, наверное, такое писательское восприятие текста. Мне всегда интересно понять размер вот этого. Потому что вот текст, он именно на бумаге, он как раз обретает свой объём. Вот его нет, например, в электронной книге. В общем, там листаем, 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 листаем и всё. Вот очень хороши в таком рассказе, маленькие посты, я прочитал всё. А вот большой текст, всё-таки ему нужна, мне кажется, какая-то вот эта бумажная его форма, потому что там очень виден объём. Не объём, в смысле, о, сколько написано, а именно вот эта сама вся структура, композиция и так далее. Ещё я, вот знаете, что люблю? Я прочитаю книжку, и вот мне нужен какой-то фрагмент. Понятно, что в книжке всегда можно сделать закладку, и потом раз – вернуться. Но всё-таки вот когда раз-раз-раз листаешь, и вот он перед тобой, этот фрагмент, он прямо вот в тексте. Я ещё очень люблю запах книги, страницы, и обложки. И, в общем, я очень люблю, конечно, бумажные книги. Но те, кто не любит бумажные книги, пусть читают электронные книги. Прекрасно. И тем более, что многие современные авторы как раз-таки издаются именно в таком формате. Да. Я думаю, что это никому не мешает. Екатерина, а кого из современных авторов вы могли бы выделить? Так, я сейчас могу кого-то не назвать, но я, во-первых, всегда хочу рассказывать о авторах, которые мне нравятся. Когда читаю книгу, которые мне нравятся, я всегда испытываю какое-то восхищение и влюблённость в автора. Абсолютно. Вот есть совершенно замечательный автор Андрей Юрьев, редактор электронного журнала «Идиот». У него нет пока изданной книги, но он очень много и активно пишет в Фейсбуке. В его журнале «Идиот» собран такой небольшой, даже как-то не знаю, такой пласт его текстов, называется «Параграф». И об этом тексте очень высоко отозвался Саша Скалов. У него, во-первых, изумительный язык. Я не знаю, мне кажется, нельзя повторить абсолютно. Какое-то сочетание из жизни. Он живёт в Петербурге. И у него в его эссе очень много петербурга, вот этой петербургской жизни. Такой и внешней, и внутренней. И она связана с его… Он такой мыслитель. Вот он мыслитель. Вот как раз в его тексте за прекрасной словесной формой всегда есть мысль. И вот эта мысль, она даже структурирует образы. Вот поэтому Андрея Юрьева обязательно прочитайте и загуглите журнал «Идиот». Он сам делает его вообще без всякой помощи. Он очень красивый журнал. Он сам подбирает и внешнее оформление, и, в общем-то, и там верстка текстов. Это всё-всё-всё он. Потом я прочитала книгу Юрия Каракура. Он тоже автор, который известен в Фейсбуке. Называется «Фарфор». Это очень хорошая вообще проза. Это как раз воспоминания о его детстве. Они тоже переплетаются со ставками из его жизни, вот именно в том возрасте, в котором он есть сейчас. Это очень грустная книга. И, в общем, я считаю, что все те, кто любил своих бабушек и прожил вот эту свою детскую жизнь, у него свой мир, свой быт, всё абсолютно своё. Но одновременно с этим вспоминаешь своё. И вот там можно прям поплакать. Я прям плакала, когда читала эту книгу. И посмеяться, потому что у автора какое-то совершенно прекрасное чувство юмора. Вот Юрий Каракур «Фарфор». Потом мне нравится очень Елена Долгопят. У неё как раз рассказы. Она достаточно известный автор. И высокую оценку её книги получили. Потом я ещё не могу не назвать. Это есть Евгения Долгинова. Она писала криминальные репортажи для русской жизни. Но у неё совершенно изумительный слог. И вот эти тексты, их можно просто... Я их вот перечитываю постоянно. Русский язык в такой какой-то форме, как у неё, я тоже мало у кого встречала. Моя самая вообще любимая писательница – это Людмила Петрушевская. Это у меня был такой прям порыв. У меня какие-то первые тексты, они прям вот абсолютно в подражании Петрушевской написаны. Хотя это нельзя повторять. В общем, она гениальная писательница. Вообще, она просто гениальная женщина. Потом я очень люблю прозу Татьяны Толстой. Я уже упоминала Дениса Осокина. Потому что там... То, что такое совершенно изумительное. А из зарубежных авторов я тоже пыталась читать. Я пыталась читать и мою Тёмную Ванессу, и многие другие книги. Ну, всё это прочитала, интересно, но пока не оставила никакого следа. Есть молодая писательница Кристина Рупиньян. Вот у неё есть сборник рассказов. Вот он мне очень понравился. Хотя там рассказы очень неровные. О том, как вообще трудно жить со своими чувствами, как трудно понимать чувства и жизнь другого человека, который рядом с тобой. И как мы этим соприкосновением наносим друг другу разные увечья. Сформулировала. Вот это очень хорошая писательница. Но всё-таки каково самое главное самоопределение писателя? Это когда есть что сказать? Что есть почувствовать, наверное. Даже не та жизнь, которая внутри тебя происходит, а когда ты чувствуешь жизнь снаружи тебя. И она отзывается каким-то... Не знаю, чем она там отзывается. Как будто бы к тебе какие-то проводочки подключены. Знаете, когда на пальце вот это ставят в больницах. И ты всё время вот там тебя проверяют этот пульс. И вот это вот внешне только. У тебя подключено к пальчику. И всё время чувствуешь какие-то ритмы. Или прошлое, которое тоже нужно рассказать. И отфлексировать. Екатерина, а вот интересно узнать, кстати, у вас существует ли какой-то обязательный джентльменский набор книг, который нужно прочесть каждому человеку для того, чтобы мало-мальски считать себя начитанным и эрудированным. Обожаю Пушкина, обожаю Толстого, обожаю Чехова, Гончарова. И я считаю, что это как раз и есть тот джентльменский набор, который нужно прочитать. Потому что там настолько всего прекрасного, которое, я не знаю, понимаете, литература же такой целый. Мы можем путешествовать по миру и видеть моря, небо, горы, города, здания. А мы можем путешествовать по литературе. Это тоже такой же мир, где всё мы это можем увидеть и пережить. И вот русская литература, она совершенно, конечно, удивительная, уникальная. Я считаю, что если у нас вот это есть, нам такое прям, как нам сформировали такое богатство. У нас есть, мы можем зайти сами, да, вот оно, наше богатство, и прочитать. Я говорю, это совершенно серьёзно. Не надо ходить вот мимо этой сокровищницы. Надо туда зайти, и там вообще будет очень здорово. А что вас устраивает, что не устраивает в современной жизни? Я как-то совершенно спокойно к всему отношусь, потому что я такой достаточно интроверт. Я, вы знаете, я не люблю чрезмерность любых вообще политических веяний. И чрезмерность и либералов, и чрезмерность консерваторов, потому что всё это приводит к какой-то безумной ненависти. Я за все либеральные ценности. Но я против чрезмерности вот их насаждения, через такое, знаете, противопоставление свои, чужие и так далее. Особенно, вы знаете, вот в реальной жизни, вне интернета, это всё достаточно, ну, незаметно. Потому что, ну, к чему-то там все ходят в магазины, живём у нас там дети, школы, всё такое. Особенно. Ну, вот в Фейсбуке, когда ты там читаешь, там совершенно иная жизнь. Там идёт борьба очень сильная и жёсткая. И мне, как человеку, который хочет принимать решения, это немножечко неприятно. Я не там и не тут. Мне кажется, нам стоит развеять некоторые сомнения. Среди наших слушателей наверняка есть те люди, которые скептически относятся к современной литературе, к современным авторам и считают её сплошь бульварным чтивом. Давайте попытаемся объяснить, что это не совсем так. Ну, во-первых, это не совсем так. Понятно, что такое огромное количество авторов, которые сейчас издаются, это правда. Их очень много, и сложно разобраться, кто хороший, а кто нехороший. Но мне кажется, самое главное – читать книги. И вот когда вы будете читать книги, не думая о том, что «А, это там…» они все исписались, это вот те были, а эти все там исписались ещё до того, как они родились и стали вообще писать. Нужно читать и слушать вообще программы, где говорят о литературе, ходить на писательские встречи. И тогда вы найдёте те, кто хотят читать. Мне кажется, что всех принуждать не надо. Ну, не хочет я их читать? Пусть не читает. А те, кто хотят читать, надо идти в это море и плыть. Напоминаем, что мы беседовали с писательницей, участницей международной резиденции писателей и художников городов ЮНЕСКО Екатериной Золотоорунской. Вот и всё на этот час. С вами был Алексей Сорогин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok